Приветствую вас, мои бьюти-голики! Меня зовут Ирина, и сегодня традиционно будет обзор по восьмому каталогу моей покупки, пока я ищу бриллиантовая рука, да, бриллиантовый директор с бриллиантовой рукой, и расскажу о своих покупках, а также лучших продуктах. Из этого каталога, которые идут с большой скидкой, их я безумно люблю, расскажу свои отзывы. Итак, будем встать, а первое, что вы видите на мне, это очки-авиаторы. Я их ждала. Ну, чтобы настолько сильно они мне понравились, я в восторге, просто в восторге, они очень круто смотрятся. Розовые линзы, и тем более в этом сезоне у меня все с розовым, я не знаю, почему-то меня тянет на этот оттенок. И они по смешной цене всего 429 рублей. По акции, для тех, кто зарегистрирован, еще дешевле. Очень круто смотрятся, тоненькие, легкие. Еще хотела сразу вам показать аксессуары. Как вы видите, пока у меня проблемы с рукой, и мне сказали, что еще минимум неделю носить гипс, я не могу одеть ожерелья. Вот такой хороший, красивый кулончик. Честно скажу, я еще ни разу его не одевала. Номер 8 посвящен тематике чемпионата мира. И предложение, от которого невозможно устоять, набор полностью, туалетная вода, также гель для душа и десодорант стоят всего лишь 500 рублей, 499 рублей. Первый раз аромат этот я протестировала в Токио. И, вы знаете, первое впечатление о нем что-то напоминает платинум, когда был Арифлейм, либо Фаренгейт. Вот такая вот нота легкая. И потом я посмотрела, что какая-то нота лаванда и шалфей. Такой хороший, интересный аромат, классический. Это то, что, мне кажется, подойдет практически каждому мужчине. И вот часто говорят, вот косметика Арифлейм, она очень дорогая, подорожала. Нет, нет, ничего подобного. В компании делают потрясающие акции, только нужно посмотреть. Мало того, я хочу вас обрадовать, сейчас компания приняла решение, идет глобальное снижение цен. И вот у меня на руках даже нет нового девятого каталога, потому что цены снижаются, каталоги будут перепечатываться. На 20% идет на большое количество ассортиментов. Поэтому, кто любит продукцию Арифлейм и вынужден какое-то время брать более бюджетную косметику, возвращайтесь, смотрите, цены вас приятно удивят. Я заказала два набора своему супругу, потому что ему аромат этот тоже понравился. Точнее, это я выбираю ароматы, тем более по такой приятной цене. Следующая страница, это идет мужская серия, я не буду ее доставать. Этой серией пользуется мой супруг. Знаюсь, мой муж до этого не пользовался кремами для лица, сыворотками, кремом для век. Да, я ему покупала, и эти наборы были просрочены, всегда не валялись. А сейчас он пользуется каждый день, ему нравится состояние кожи. Я так смотрю, подсматриваю за ним, смотрю, начинает очищать, пользоваться, что-то намазывать на себя, и мне нравится. С этой странички мы видим ошеломляющие скидки, и, конечно же, на легендарные продукты, такие как тушь 5 в 1. Мне кажется, практически каждая женщина в России хотя бы раз пользовалась этой тушью. И приятная цена 259 рублей. Также идет приятная акция и интересные, красивейшие лаки и варианты, когда вы можете сделать под какой-то флаг. Клубника, груша и египетский жасмин. И это потрясающая композиция, приятный аромат. И по отзывам в чатах, это одна из самых покупаемых любимок. С приятной скидкой идет серия Мэн, и отдельно бы поговорила о вот таком вот мыле Мэн, мужском. Год назад мы делали ремонт в этой квартире. Перед тем, как заехать в эту квартиру, мы делали ремонт, и здесь не было, естественно, ничего. И я, купив кусочек мыла вот этого, положила его в мыльницу, и Рома, тот, кто делал нам ремонт, попробовал его. Говорит, Ира, что это за мыло, такое классное, я хочу его, я хочу его, закажи. Я говорю, Ром, ну сегодня последний день каталога, ради одного мыла, прости, я не буду делать заказ. Он говорит, почему одно, я хочу 10 таких мыл. А еще по этой акции были другие продукты, он говорит, а также мне закажи 3 шампуня, 3 пены для бритья. Я говорю, а зачем? Причем заказ я принимала по телефону, он мне позвонил. Я говорю, ну а зачем 3? Ну как, для моего папы и для друга, или для брата. Он говорит, а что у тебя здесь еще интересного есть? Я говорю, ну вот сейчас по классной цене, я знаю, что глейш это всегда заходит, такой аромат классический и недорогой. Я же не знаю ценовую политику, да, на сколько мужчина может потратить. В общем, из одного кусочка мыла был сделан огромнейший заказ. После этого он заказал на следующий каталог еще 2 туалетные воды, набор пробников для своей супруги, потому что он был удивлен, что такие хорошие цены, такие классные ароматы. После я познакомилась с Леной, его супругой, Леной Митрошиной, и она уже, она буквально за несколько каталогов стала менеджером 12%. Одна из ярких участников игры 5 на 10 по продажам, она даже не знала, насколько это классная продукция. Вот так вот из одного кусочка мыла, я верю, что скоро в нашей команде появится директор Ари Флейм. Вот такая вот интересная история. Я знаю, что вы любите истории, потому что вы говорите, что мои видеоролики похожи как на маленький мини-фильм. И было бы, наверное, скучно слышать только истории о косметике. Следующая страничка, и я вижу легендарные продукции компании Ари Флейм. Ну, о шариках можно вам не говорить, это вечный румяна. Один раз купив, я даже не знаю, когда они заканчиваются. И здесь со скидкой идет стойкая минеральная тональная основа. Она моя любимка. Вот сколько бы я ни приобретала, вот почему-то всегда к ней тянусь. Мне она нравится даже летом, как она себя ведет, как она ухаживает за моим лицом. Это моя любимка, но видно, я ее все время покупаю. Бубная помада «Золотной соблазн» и скидка 50%. Скажу честно, этим помадам я раньше пользовалась, но потом, когда пришла линейка матовые помады Джорданик, вот все. Вот как отрезало, я скупила все оттенки матовых помад и долго пользовалась. И как-то сейчас думаю, а что же я не пользуюсь этими помадами и достала. У меня две нюдовые помады. Помада красивая, стильная, потрясающе закрывается, щелчок. И она невероятно мягкая на губах. У меня два оттенка. Один вы видите сейчас на губах. Эта помада называется «Чарующий кофейный». В картинке он выглядит темнее. Невероятно кремовое, приятное, комфортное ощущение. Что мне одновременно нравится и не нравится, это то, что помада абсолютно не имеет запаха. Она вот легкая такая отдушка. Когда запускали эту новинку, практически все люкс-бренды в то время делали помады без запаха. Вот таки вот базово. Эта помада очень полюбилась многим. Когда я делаю демакияж, я делала обычным очищающим средством. Но у меня всегда на столике стоит мицеллярка. Очень быстро удаляет макияж. Скажу, я не люблю такие мицеллярки в качестве снятия макияжа. Я это делаю в ванной комнате, под душем. А вот на туалетном столике где-то подправить, удалить, перекрасить. Она всегда мне вручает. До этого была мицеллярка «Даймонд». И до сих пор где-то она у меня лежит еще. Мицеллярка 279 рублей идет со скидкой. Ну а так выглядит 77-й оттенок. Называется «Утонченный розовый». Тоже мягкая, интересная, кремовая. И под загар будет шикарно смотреться. Какая помада больше мне идет. Хотя мне кажется, что этот оттенок нюдовый, что коричневый. Они оба достойны. Смотрятся такие легкие полупрозрачные текстуры. Мне кажется, будет идеальный на лето. Ну а если вы регулярно смотрите обзоры, всегда, когда есть скидки, я реально пою оды о вот этих вот средствах для волос. Сейчас я использую больше спрей. Почему? Потому что мне неудобно растирать и наносить на волосы. Как я его наношу? У меня очень сухие пористые волосы внизу и невероятно жирные вверху. Я опускаю волосы. На достаточно приличном расстоянии распыляю, конечно же, это прикорневую вот эту вот зону. И там у нас волосы всегда путаются, ломаются. Вот. И с достаточно большого расстояния прыскаю вот с разных сторон. То есть, мне нормально, не утяжеляет. По отзывам говорят, что это более жирное маслянистое масло. Если вы хотите более легкую версию, питательное масло против секущихся кончиков. Несмотря на то, что вот эта более густая, кажется, версия, почему-то по отзывам говорят, что оно более легкое, невесомое на волосах. Эти средства я невероятно люблю. И про запас уже у меня есть несколько флакончиков. Но они сейчас со скидкой 469 рублей. Хватает надолго. 10% скидка на серию Age Revive. Возраст примерно 35+. Я приобрела себе всю серию. Мои впечатления. Серия хорошая. За исключением мне не нравятся два продукта. Первое. Мне вообще не нравятся все молочко. Неважно, какой это серии, какой бренд, продукт. Не люблю я молочко. И, ну, взяла, попробовала. Да, я понимаю, что молочко более ухаживающее. Если у вас возраст 35+, если у вас сухая, тем более кожа или такая, да, уже чувствуете, что они достаточно увлажненные, конечно же, вам стоит всегда пользоваться молочком. Оно смягчает кожу. Все. Ну, не могу я ими средствами пользоваться. Поэтому это средство пойдет куда-нибудь в подарок или маме. Тоник. Тоником я пользуюсь всегда. Он стоит у меня на туалетном столике, потому что крема лучше работает, если вы наносите тоник. Всегда его использую. Он у меня уже достаточно, достаточно много использовала. Также мне не понравился крем вот такой дневной. Он очень сильно жирнит кожу. У меня она как просто масляный блин. Куда этот крем пойдет? Маме. Потому что у нее кожа сухая, а у нее такие крема впитываются просто как губка. Но если мы берем крем ночной, сыворотку, видите, я уже хорошо ей попользовалась. Крем для век. Что мне не понравилось? Если мы берем на Вейдж, то там вот этот вот ролик, он железный. Здесь ролик, он как в дезодорантах такой ролик. И требуется усилий, чтобы выдавливать. В целом серия хорошая. Эффект нормальный, приятный. Все-таки фаворит у меня серия на Вейдж. Но я периодически меняю. Мне хочется разнообразить свой уход. Цены здесь приятные, демократичные. От 299 рублей сейчас идет по акции. Поэтому разбавить, если вы девочка 35+, то или маме я бы в принципе рекомендовала. Вот, вот, вот она моя кимоношка, которую я просто безумно люблю, обожаю. Вот халатик кимоно. Сейчас идет период кондиционеров. Я сижу, работаю. Кондиционер включен на всю. В Краснодаре очень жарко. И поэтому на какую-нибудь маечку я могу накинуть кимоношку. Знаете, мне это хорошо, комфортно. Кроме того, например, утром просыпаюсь на ночную рубашечку, накидываю кимоно. И практически могу полдня, день проходить ночной рубашечки шелковой и в кимоно. Не знаю, мне почему-то очень понравился. И гамма мне идет. Также под них были аксессуары. Но мне тяжело пока с одной рукой застегивать их. Поэтому ими не пользоваться. А вот это вот, это ежедневный мой халатик. Следующая страничка. И сирющий спрей для макияжа. Вчера я его впервые попробовала. Специально буду делать, записывать обзор по нему через несколько дней, чтобы раскрыть все его грани. Потому что способов применения этого спрея как минимум пять. И я вам потом расскажу. Вчера я его носила уже поверх канальной основы. Мне понравился эффект. Шесть часов я протестировала в сторис. Я сделала отзыв. Сегодня я его использовала как под макияж, базу, как праймер. То есть сначала нанесла спрей. И потом уже непосредственно тональное средство. Очень круто фиксирует макияж. Также я делала макияж. Использовала, смачивала кисти, делая мокрый эффект. В общем, очень крутейшая штука. Можно его фиксировать, макияж хоть сколько поправлять. Наносится вот так крестообразно раз. И если у вас жирнючая кожа, как у меня, вы можете дополнительно вот так вот провести еще раз. Многие бренды сейчас стали выпускать спреи, потому что поняли, насколько это крутая штука. Если вы берете мак, то он стоит порядка полутора тысяч рублей. Этот же спрей обойдется вам всего 349 рублей. Ну, может быть, если у вас есть скидка в Арифлейм, то там еще дешевле. Если нет, вот сюда обращайтесь. И сейчас я расскажу о новинке, которая мне первая, а не понравилась. Я вам даже сняла видеообзор, когда честно рассказывала, почему мне не понравилась. Потому что буквально сразу стерлась надпись. Второе. Его неудобно точить. Третье. Непонятно, зачем вот этот хайлайтер. Его редко можно использовать. Но, 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 но. Несмотря на все это, сейчас рука каждый день у меня тянется именно к этому пепельному карандашу, чтобы делать макияж глаз, свои брови. Мне он настолько понравился, этот оттенок. Очень. Вот, а вот, простите, вот пепельный, а вот темный, да. И если мы возьмем новый карандаш, вот это вот буквально за месяц, за месяц-полтора. Теперь каждый раз, когда я делаю макияж бровей, я пользуюсь точилкой. Кстати, я даже сейчас новую точилку себе приобрела. То есть я подтачиваю один раз, сделала, подвела. Но вот этот оттенок очень крутой, очень. Он так смотрится здорово, естественно. Также у нас была новиночка, это гель-фиксатор для бровей. Честно сказать, если я хочу хороший макияж, качественный макияж, то я его делаю. Сейчас я его нанесла. Если это на быструю руку, то однозначно вот этот карандаш. Поэтому со скидкой я себе его взяла, и мне очень нравится. Минусы, уже сказала. Акции на туши. Мне в качестве официального обозревателя, мне прислала вот такую тушь. А она у меня есть. И мало того, я скажу, что это сейчас самая моя любимая тушь. Но ресницы я себе очень сильно сбортила. Перед тем, как лететь в Токио, я нарастила себе ресницы. Да, смотрелось классно, здорово. Но, но, после того, когда пришло время коррекции, ресницы подлетали. Мало того, что я еще скажу вам, я не сходила на коррекцию. Я просто-напросто эти длинненькие реснички пообрезала. Ужасные ресницы. Они просто стали кошмарными. Если у меня были длинные ресницы, сейчас они короткие, они опустились. Они вот какие-то вот скукоженные. После того, как я рассказала в сторис, практически все вы рекомендовали вот такой кондиционер. Да, я его использую для, как и для ресничек, так же, как и для бровей. Также все говорили, что касторовое масло. Буквально 2-3 месяца и вроде реснички отрастут. И вот сейчас у меня, я не знаю, что делать. С одной стороны, мне хочется эффект нарученных ресниц. Красиво. Ладно, я потерплю еще 3 часа, когда мне их будут наращивать. Но, с другой стороны, я не хочу так портить ресницы, потому что, в принципе, мои ресницы очень красивые. Ну, возможно, конечно, когда будет следующая конференция в Мадриде, я все-таки не сдержусь и пойду на наращивание. Но сейчас я восстанавливаю свои реснички, поэтому я не могу продемонстрировать, какие красивые у меня реснички при помощи этой туши, либо какой другой. Это будет нечестно, потому что они изначально у меня убиты. Это то же самое, как, понимаете, какая бы у вас не была дорогая помада, если у вас губы шелушатся, она смотрится отвратительно. Какая бы у вас не была, если у вас неухоженная кожа, и вы ее ежедневно за ней не ухаживаете, то какой бы не был макияж, он будет смотреться отвратительно. Поэтому, девочки, помним, делаем, ухаживаем. Да. Сейчас этот тушь, кстати, стоит 219 рублей. Всегда есть любимка или несколько любимок туши для ресничек, которые мы вот любим и ни за что не придадим. Но все-таки хочется, ну, вот что-нибудь такое вот новенькое попробовать. Даже будет, если совсем не то, но рука будет все равно тянуться под настроение. Хочется вот, ну, что-нибудь такое новенькое, что-то такое освежающее, легкое, с легкостью макияж. Вы со мной согласны? Так выглядит тушь и щеточка. Компания нам говорила, что будет эффект на 58% увеличивается изгиб и на 30% открывается взгляд. Ухаживающий компонент витамин Е, алоэ, вера. То есть, когда вы подкрашиваете реснички, длинные щеточки обалденно приподнимают реснички. Вы видите, да, они их подкручивают, но в то же время короткие щеточки, они прокрашивают нижние реснички. И вот эти, да, вы смотрите вперед, и я замечаю, как мои длинные ресницы, они касаются вот этой косточки, и что ресницы стали длиннее и подкрученнее. Без скидки, но я рекомендую ее заказать даже по полной стоимости. Знаете, что это такое? Вот каждый день, когда я умываюсь сейчас, я вспоминаю вот это. А это мега крутая новиночка, она была в прошлом каталоге, и она стоила со скидкой 199 рублей 29,935 в год. Вы не найдете ее в каталоге. Чем она мне понравилась? Сейчас я однорукая, поэтому мне очень неудобно, некомфортно снимать макияж. Поэтому даже используя очищающие средства, убирая, у меня все равно остается немножко тушь. Что я делаю дальше? Хорошо, этой салфеткой без каких-либо очищающих средств я просто убираю, и она становится ужас, она вся становится черная. Я вижу, как я недосмываю макияж. И самое классное, что потом идет, это то, что я протираю свое лицо. Сейчас у меня лицо в тональном средстве, и она немножечко влажная. Вот если сейчас я проведу, нет, не видно. Вот, а если вы умываетесь, да, комфортно вы умыли, очистили лицо, но шею умывать неудобно. Ее, конечно же, удобнее очищать в душе. Но если вы берете эту влажную салфетку и просто протираете, вы видите, как вся грязь, все уходит. Я не знаю, как она действует, она мега круто очищает лицо. Как ее стирать? Берете любое мыло, помыли и повесили. Да, конечно, и стирать мне сейчас гипсом очень сложно, некомфортно, неудобно тереть. Но очень крутая, очень крутая штучка. Она, по-моему, через каталог будет со скидкой. Это ограниченный выпуск. Я думаю, что ее сейчас не будет. Поэтому, если она еще осталась на складе, рекомендую взять даже по полной стоимости. Очень была удивлена ей. И это то, без чего я сейчас не могу обходиться ни один день. Еще одна новинка прошлого каталога, который я распробовала. Мне также понравился скраб. Демократичная цена 279 рублей за 75 миллилитров. Будете пользоваться долго. Классно очищает лицо. Одна серия, которую я попробовала только вчера. Точнее как, эта серия у нас была Light Radiance. Это такая вот, почему-то, ощущение морковка. Очень серия нравилась. Она даже такого, была оттенка такого, немножко под загар, оранжевого крема. Безумно, безумно мне нравилось. Очень жалко, что ее убрали. Мое важное свойство – это витамин С. Это серия с экстрактом бузины и морожки. Что порадовало? Это аромат. Аромат свежей цитрусовой апельсинка. Очень понравилось. И ощущение, вот для меня, хочется убрать абсолютно все серии по уходу за лицом. И вот эту неделю точно пользоваться этой серией. Очищающая среда. Думаю, ой, как классно, куда-то, если поехать, взять вот такую вот мини-версию. Всего 50 миллилитров. Но, когда я стала очищать лицо, очищалкой, умывашкой, я немножечко так подрастроилась тем, что... Что? К этому очищающим средствам нужно брать другой очищающий. Почему? Потому что это по консистенции скрабик. Какой аромат. Это скрабик. Здесь микрочастички. И поэтому глаза я бы не рекомендовала очищать при помощи этого средства. Нужно будет взять либо митилярку, либо даже просто вот эту вот салфеточку, чтобы очистить лицо. С этой салфеткой вы можете либо капнуть митилярку, либо вообще просто умыть водичкой. Она уберет всю тушь. А это больше как скрабик. Идет с такими частичками очищающее средство. Невероятно вкусный гель-крем. Видите, чуть-чуть с таким окрашенным потоном. И мне кажется, лицо с этим кремом, оно немножечко как загорает. Вот ухоженная кожа. Мне безумно нравится. И еще у меня есть масочка. Я отдельно полностью сниму обзор на эту серию, когда попробую. И расскажу отдельно про компоненты, особенно про неустойчивые витамины С. И почему важно пользоваться вот такими сериями. Также о ночной маске хотела бы поговорить. Мне она безумно-безумно нравится. Мало того, вот видите, она у меня заканчивается. Колоть или не колоть. Помните про архитектуру кожи, что один из основных элементов для поддержания увлажненности, упругости кожи является гиалуроновая кислота. Да, в молодом возрасте ее достаточно, до 30 лет. После 30 лет как раз-таки возникает вопрос, особенности, когда вам 35+, это процедуры биоритализации. Но эту процедуру нужно делать комплексом. На эту процедуру нужно решиться. То есть комплексно это 3-4 процедуры. Каждая из них стоит, в зависимости от того, где-то живете вы, от 8 до 15 тысяч за 1 литр инъекции. Сступление новых технологий. Разница между тем, как мазать и колоть практически стирается. Нужно использовать косметику, в составе которой есть гиалуроновая кислота, разномолекулярные массы. Почему? Да, эта косметика более дорогая, но молекула она крупная. И чтобы проникнуть, подпитать не только верхний слой кожи, а еще попасть и в дерму, она должна быть разномолекулярная. Об этом говорят косметологи. И уже в более дорогих брендах, естественно, она присутствует, разрабатывают ученые формулы. И чем мне нравится вот такая ночная маска? Этот продукт работает всю ночь, и когда вы его наносите, утром вы просыпаетесь, и вы вот реально чувствуете, что ваша кожа другая. Она более плотная, она мягкая, она такая холеная, как будто вы только что посетили какую-то процедуру. И если вы выбираете не колоть, а ухаживать за вашим лицом, и как раз-таки косметологи говорят, что сейчас вот эта вот разница, колоть или не колоть, она практически стирается. Но нужно очень-очень-очень тщательно ухаживать за лицом. Если вы ленивая, то, конечно же, вам проще пройти процедуру биоверитализации, комплексно, минимум 4 процедуры пройти, чтобы вашу кожу восстановить, а потом уже поддерживать при помощи каких-то других косметических средств. Вот эту вот маску можно, я рекомендую использовать, ну, не знаю, с 22-25 лет, 22, если вы перезагорали на солнышке, вам требуется восстановить уровень увлажненности кожи. Вы девочка постарше 30 и больше, забудьте обо всем, о чем я вам говорила, срочно заказывайте вот эту вот масочку, наслаждайтесь и получайте действительно реальный эффект. Я себе сейчас ее еще раз заказала. Следующая страница по распродаже за 179 рублей, я приобрела себе две пены для ванн 500 мл, и в первые часы действия каталога была вот эта пена для ванн, тоже по 179 рублей. Я заказала себе 5 штук, но пока еще добавляла что-то в корзину, осталась на складе только одна. Следующая страничка и средства против загара, у меня мой любимый вот такой вот спрей и также лосьон SPF 15. Начиная загар с этого крема, потом продолжаю вот этим спреем. Вообще очень люблю больше всего этот спрей. Моя наболевшая история, может кто-то порекомендует мне, я все никак не могу дойти до дерматолога. Дело в том, что у меня появились вот такие вот белые пятна на коже, на ногах, что это такое, как это убрать. Говорят, там чем-то нужно мазать. Все почему? Потому что я в свое время, когда была кожа помоложе, когда мне было 14, 16, 18 лет, я могла лежать часами под солнышком. Естественно, тогда не было каких-то особых средств. Это сейчас они появились, и сейчас я могу их использовать, но помните, что когда-то ваши грешки молодости, они потом все-таки проявятся, и кожа, она вот в этот меланин выходит, как это называется. Но, в общем, вот так я себе испортила кожу. Поэтому думайте сейчас заранее о вашей коже, чтобы потом не было последствий. Следующая серия Wellness вы видите в каждом моем заказе, каждый раз тут рассказываю. И вот каждый каталог сейчас я стала заказывать вот такие батончики. Почему? Потому что летом мы куда-то выезжаем на пикники, поэтому очень удобно брать с собой такие батончики в качестве перекуса. С приходом лета очень здорово в такой коктейль, молочный коктейль, добавлять различные фрукты. Я добавляла клубничку, сейчас покажу, как я вам делаю коктейль с персиком. Добавила уже молоко. Сначала подумала, то ли половину персика добавить, то ли полную. Почему? Но все-таки захотелось более насыщенный, яркий вкус. Клубничное удовольствие у меня получилось. Я сейчас пойду на балкон и буду пить свой коктейльчик. Обычно здесь начинается мой завтрак. Люблю наслаждаться видами. Пролетел самолетик и выкинул парашютистов. Спасибо за ваши комментарии. Очень много написал людей в личку, что этот коктейль применяли с травмами три раза в день. И действительно, там врачи писали, что вау, как быстро срастается. Все происходит очень быстро. Я жду своего снимка в субботу. Как оказалось, у меня два перелома неудачно упало. Вот один перелом и другой. Что-то с такими переломами. Ходит пять недель. Я жду своего снимка в субботу. Надеюсь, мне этот гипс снимут. Но мне потом сказали, что еще минимум полторы-две недели нужно ходить с косынкой. А я с этим гипсом хожу, уже размахиваю. Давно сняла эту косынку. Не использую. Меня врач отругал. Сказал, нужно обязательно привязанную. Но я чувствую, что в принципе, моя рука уже давно пошла на поправку. Не знаю, в связи с чем продуктами. Конечно же, витаминки Wellness. Буду вам рассказывать об историях. У нас есть Wellness-чат. Там около 14 тысяч людей в Телеграме. Если вы хотите, напишите. Я вам дам ссылку. Вы добавитесь туда и будете читать. Вы там сами узнаете, как реально Wellness-продукты меняют жизни людей. Какие Wellness-истории. Витаминки. Какие продукты что содержат. В общем, пишите мне. Ну и мы заканчиваем листать каталог. На последних страничках в дьюти распродажи. Крема для рук 85 рублей. Средства 89 рублей. И за 79 рублей геля для душа. Это мой обзор заказа завершен. Я вам желаю отличного лета и ярких, теплых летних дней. Будьте счастливы. Пока-пока. Пока-пока.